Каждый день приносят научные сенсации, которые противоречат нашим представлениям о жизни. Последние находки археологов опровергают учебники истории. Новейшие открытия астрономов начисто ломают знания о Вселенной. А достижения биологов рушат, казалось бы, незыблемые истины даже о жизни и смерти. Хотим мы этого или нет, но знания, накопленные человечеством, все чаще оказываются территорией заблуждений. Великая тайна воды. Существует ли цивилизация разумных амфидей? Когда мы оказались практически на дне Марианской отпадины, это было невероятно. Мы увидели живых существ, неизвестных науке. Затерянные города. Кто строил под водой уникальные архитектурные сооружения? Этим постройкам миллионы лет. Ничего подобного на суше нет. Голос моря. Почему пропадают экипажи и корабли? Когда появляется голос моря, и человек, испытывая страх, выбрасывается за борт. Неопознанные подводные НЛО. Вся правда о секретных разработках военных. Один раз объект появился, исчез, потом снова появился. И во второй раз он двигался в нашу сторону уже со скоростью 360 миль в час. В начале было море. Соленое, густое и теплое, как остывающий суп. В нем, как считает официальная наука, и зародилась земная жизнь. Из одноклеточных организмов через миллионы лет получились игольчатые черви. Потом подслеповатые моллюски. Потом доисторические рыбы. Так, наверное, продолжалось бы очень долго, если бы по причине, которая науке неизвестна, древний океан вдруг не начал мелеть и не появилась суша. Вот тогда-то самая умная из древних рыб, опираясь на плавники, и выползла на сушу. И поползла, куда глядели ее глаза. Вот он, наш самый древний предок – кистеперая рыба. Поэтому, если быть точным, то, согласно теории эволюции, человек произошел не от обезьяны, а именно от этой рыбы с огромными плавниками. Но что же осталось на дне океана, когда самый древний предок человека его покинул? Принято считать, что отдаленные закоулки подводного мира пустынны и только расплющенные глубоководным давлением камбалы пугают его вечный покой. Однако даже небольшая часть рассекреченных архивов свидетельствует о том, что наши представления о мировом океане не соответствуют действительности. В 1985 году американское судно «Гломар Челленджер» вело разведку «Марианской падины». И тут случилось невероятное. Эхолоты вдруг стали передавать на поверхность странные звуки, а тросы, на которых был закреплен зонд, натянулись так, как будто их пытался кто-то порвать. Чтобы выяснить причину странного поведения приборов, исследователи решили поднять оборудование на поверхность. Но не тут-то было. Подводную платформу как будто кто-то держал, натягивая тросы. Только через три часа неведомая сила отпустила подводный аппарат, и его удалось поднять на поверхность. Изумленным ученым представилась страшная картина. Зонд как будто побывал в пасти у огромного подводного чудовища. Его обшивка имела следы укусов, остальные тросы наполовину были оборваны. Но кто мог это сделать на глубине в 11 тысяч метров? Ведь принято считать, что эти подводные территории пустынны. Эта история наделала много шума, потому что действительно тросы выглядели так, как будто кто-то их пилил или пытался перекусить. Да и сама платформа была сильно деформирована. Чтобы не нагнетать страхов, вначале решили в качестве официальной версии выдвинуть мысль о том, что платформа зацепилась за подводную скалу. Но это, конечно, ничего не объясняло. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что это было? Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДИНАМИ 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 В это трудно поверить, но всего 20 лет назад жители далекой глухой деревушки в провинции Хайнань убили настоящего морского дракона. Дракон в Китае – существо священное. И хотя наукой принято считать, что живет он только в легендах, вполне реально. Поэтому жители китайской деревушки ничуть не удивились, когда обнаружили морского дракона. Забив змея до смерти, они тотчас в соответствии с прабабушкиными рецептами стали варить из него похлебку, дающую волшебную силу. А кости размалывали в порошок и прикладывали краном в качестве целебной мази. Более того, на местном рынке драконии кости и мясо продавались на развес по 4 юаня. Это около 14 рублей за килограмм. Видимо, дракон был очень крупный, потому что продолжалась эта торговля почти 20 лет. Остановил это антинаучное сумасшествие профессор Института палеонтологии. Когда провели экспертизу того, что крестьяне не успели съесть вместе с похлебкой, ученые схватились за голову. Ибо крестьяне по своей темности убили и съели настоящего плезиозавра, чем нанесли науке невосполнимый ущерб. Ведь если бы ученые добрались до него раньше неграмотных крестьян, мировая наука имела бы в руках, возможно, самое древнее существо на планете. Дело в том, что многие китайские традиции непонятны европейцам, тем более ученым Запада. Для жителей китайской провинции нет ничего странного в том, чтобы выловить из моря какое-то экзотическое существо и съесть его всей деревней. Выходит, легенды не врут. Огнедышащие драконы и двуглавые летающие змеи – не сказки, а вполне научная быль. Эта китайская история заставляет ученых по-новому оценить и наши черноморские легенды. Еще с античных времен из уст в уста, из летописи в летопись кочуют рассказы о гигантском морском змее, который живет в районе мыса Кородак, обедает дельфинами и греет свой гигантский хвост на горячих прибрежных скалах. Кородакское чудовище. Мифический змей, существование которого наука отрицает, оказывается, уже более тысячи лет нарушает покой не только античных мореплавателей и древних греков, но и современных рыбаков. О нем известно немного. Визиты наносит внезапно, способен нечаянно потопить яхту и сдает громоподобные рыки. За долгую биографию змей стал излюбленным героем ночных страшилок у прибрежного костра. Однако подробное описание Кородакского морского змея мы встречаем у отца истории самого Геродота. А этого античного мыслителя трудно заподозрить в художественном вымысле. Кородакский змей изображен и на гербе бахчисарайского хана. Выглядит монстр, как огромный черный дракон. Длина его в районе 30 метров, диаметр туловища метр. Голова змеиная, глазки небольшие. Посредине головы начинается, у него идет грива такая. Грива в виде спутанных волос. Конец хвоста оканчивается, как трезубец такой острый. Океанолог Анатолий Таврический много лет занимается поиском следов Кородакского змея. Он собрал десятки свидетельств очевидцев. Среди них не только рыбаки и туристы, но и ученые. Наши гидронавты-исследователи на подводной лаборатории Бентос увидели его под водой. И он попрек корпусу нашей лаборатории, проплыл. И видим, был из всех иллюминаторов одновременно. Гидронавты были настолько напуганы этой встречей, что немедленно свернули экспедицию. Однако последующий поиск таинственного змея результатов не дал. Хотя были обследованы все близлежащие прибрежные скалы и гроты. Ученые предполагают, что существование Кородакского дракона отнюдь не миф и продолжают его поиски. О том же самом свидетельствуют и десятки очевидцев. Владимир Терновский утверждает, что видел змея своими глазами. В тот день он занимался виндсерфингом. Где-то далеко, может быть, 2-3 километра от берега, на большой скорости, неожиданно, так сказать, меня кто-то подкинул. Ну, корму серфинга что-то подкинул. Как рассказывал нам Владимир, после толчка он упал в воду, но к собственному удивлению почувствовал под ногами что-то твердое. Это было открытое море, где нет ни скал, ни подводных камней. Но то, на чем он стоял, двигалось словно живое. Это что-то было очень огромное, так сказать, поскольку ногами, как бы я так, ну, прощупал, в общем-то, поверхность была большая, на которой я стоял. Как вспоминал Владимир, существо на ощупь напоминало гигантскую змею. С трудом поборов страх, он рванул к берегу. Чудовище не стало его преследовать. Что это было? Утверждать на 100%, что Владимиру удалось прокатиться на сказочном змее, конечно, нельзя. За змея он мог принять и обычного дельфина, а дальше, как говорится, у страха глаза велики. Но уж слишком много таких случаев и рассказов. Утверждают, что змея иногда видят с берега. Конечно, это может быть и обман зрения. Хотя, как говорят сами очевидцы, его появление сложно с чем-то спутать. Как только оно поднимается на поверхность, раздается странный, резкий и невыносимый для человеческих ушей звук. Как будто испорченный микрофон, очень громко, тебе кто-то подставил к самому уху и громко крикнул. И вдруг вот в этот момент как раз на фоне гор появляется нечто такое черное и блестящее, достаточно большого размера. И сразу это понятно, что это явно не дельфин. Треугольная форма, сглаженная краями. Очень блестящее, очень черное. Один змей заходит со стороны моря, а второй со стороны берега, в середине стая дельфинов. И вот два змей начали окружать стаю дельфинов. И вот как в лед хватали в воздухе дельфинов. Чего больше в этих рассказах правды или фантазии сказать трудно. Пока не будут представлены неопровержимые доказательства существования карадахского чудовища, все рассказы о нем останутся всего лишь легендами. Однако биологи относятся к этим рассказам без иронии. Они считают, что карадахское чудовище вполне может оказаться реликтовой морской змеей из класса плезиозавров. Я могу сказать, просто выразить гипотезу, при которой они появляются, могут сохраниться. Ну, например, во всей Центральной Азии некогда было большое-большое море. Там эти плезиозавры и другие животные жили. Потом этот участок суши нашей начал подниматься, этот участок земной коры. И в конце концов это море высохло. Но остались несколько озер. И в этих озерах эти животные могли сохраниться, как вы говорили. Доказательством того, что плезиозавры могли жить и во времена существования современного человека, являются вот эти фигурки, найденные в древнем захоронении в Мексике. На них человек изображен вместе с доисторическими реликтовыми животными. А ведь они, как утверждает наука, должны были исчезнуть с лица земли сотни миллионов лет назад. Доказательством того, что доисторические чудовища могли дожить до наших дней, является и сенсационная находка японских моряков. В 1971 году в рыбацкие сети попал настоящий гигантский ящер. Попало в сети вместо рыбы, значит, вот это существо. Причем мертвое существо. Оно умерло, и оно уже начало разлагаться. Ну вот они его нарисовали. Там было, конечно, сказано, что это для науки такая поимка. Они бы получили гораздо больше, чем за свой влов. Но они не сообразили. Естественно, значит, пришлось его выкинуть. Как считают ученые, это мог быть детеныш настоящего плезиозавра. Но раз был детеныш, значит, где-то есть и его родители. Но где они? Быть может, это они как раз и обкусывали стальные тросы подводного батискафа. Пугали Жака Пикара во время его погружения в Марианскую впадину. Ученые такую возможность не исключают. Самый известный на планете плезиозавр – это неуловимое чудовище из шотландского озера Лохнес. Совсем недавно в западной прессе были опубликованы новые снимки. Их сделал капитан, который много лет вел охоту на Несси. Сегодня его фотографии считаются самыми удачными изображениями Лохнесского чудовища. И некоторым доказательством того, что Несси существует не только в МИПах. В Лохнесское чудовище, там есть несколько снимков. Но один самый такой удачный, известный, когда голова там торчит над рудой. Много опровержений по этому снимку. Но там же, когда вот эхолотами ловили, то есть вот этих вот плезиозавров-то, они, в принципе, ну как эхо, вид, внешний вид, плезиозавров, они смогли отснять. Вопрос был, где они там, значит, живут. Даже не имеют выхода на поверхность. Такие подземные озера, как утверждают ученые, естественные природные хранилища. И какие доисторические чудовища водятся в них, трудно даже представить. Вполне возможно, что под водой, значит, вернее, под землей в этих пустотах с водой сохранились свои симбиозы, в которых присутствуют и вот эти вот плезиозавры, динозавры и прочие рептилии. Значит, у них зациклено там все. Они могут жить независимо уже от нашей биосферы и наших животных. Да, они, в принципе, только поэтому и сохранились, иначе бы их просто истребили, если бы они жили на земле. Но иногда они вылазят на поверхность и, в общем-то, их тут вот фиксируют. Сегодня ученые выдвигают гипотезу о том, что подземные водоемы нашей планеты могут быть населены неизвестными современной науке обитателями. Под землей они защищены от влияния человеческой цивилизации и изменения климата. Поэтому и доживают до наших дней практически не меняя облика. Но что это за древние обитатели? Биологи утверждают, сюрпризы в этом поиске неизвестных жителей Земли могут быть какие угодно. От доисторических ящеров до мифических людей-амфибий, о которых рассказывают древние летописи. Перед вами одно из самых загадочных мест на Земле. Руины древнего персидского города Пасаргады, расположенного на территории современного Ирана. Именно здесь сохранилось одно из самых древних на Земле изображений настоящего человека-амфибии. Оно находится при входе в бывший дворец. Это полурыба-получеловек. Таким для древних персов было древнее божество Оанас. Историческая наука трактует его исключительно как персонаж древних легенд. Однако в третьем веке до нашей эры о нем упоминает вавилонский историк и ученый Бирот. Он известен тем, что написал специально для Александра Македонского три учебника по древнейшей истории человечества. Именно поэтому некоторые специалисты по древнейшей истории утверждают, люди-амфибии действительно населяли Землю. И было это до потопа примерно 14 тысяч лет назад. В древнем шумере, 6 тысяч лет назад, легенды говорят, что из моря появился человек, вроде похожий, да, голова человека, а сверху еще голова рыбы у него. А внизу ноги и весь покрыт чешуей. Вот такое существо. Наука отрицает существование полулюдей-полурыб. А между тем, даже у человека-амфибии, придуманного писателем-фантастом Александром Беляевым, был реальный прототип. История сохранила имя этого юноши, который в 17 веке жил на берегу Бискайского залива. Его звали Франциско Делавера Касар. Он умел дышать под водой. Пальцы, руки, ног его имели перепонки, а спину покрывала чешуя. Как написано в древних записях, 9 лет человек-рыба находился в заточении в монастыре францисканцев в бочке с морской водой. Правда, как свидетельствует летописец, однажды ему удалось сломать замок, и таинственный ихтиандр бежал в океан. Что же касается мифических русалок, то о существовании в природе длинноволосых женщин с рыбьим хвостом науке достоверно неизвестно. Ученые считают, что моряки принимают за них морских сирен. Это вполне реальные млекопитающие, которые внешне действительно имеют некоторое сходство со сказочными существами. Впрочем, морские загадки – это не только сказочные русалки и подводные драконы. Архивы военных ведомств хранят отчеты о подводных происшествиях, разгадать которые ученые не в силах и по сей день. Наибольшую ценность представляют отчеты и донесения командиров атомных субмарин, которые докладывают. В океанских глубинах им порой приходится сталкиваться с неопознанными подводными объектами, происхождение которых объяснить невозможно. Сотни рассекреченных документов свидетельствуют о том, что эти таинственные объекты представляют собой разумную силу и порой могут нести реальную угрозу для безопасности военных кораблей и атомных субмарин. Операция «Сокрытие». За кем охотились морские разведки всего мира? Военные на флоте видят НЛО и сообщают об этом в докладах. Они видят объекты, вылетающие из океана или влетающие в воду. Загадочные подводные корабли. Кому принадлежат удивительные технологии? Скорость выше 500 узлов. Зимные объекты такую скорость никогда развить не могут. Разумный океан. Как выйти на связь с неизвестными подводными жителями? Гонялся за ними. А на самом деле, когда подходишь, он пропадает, возникает в другом. Так что я не мог подойти, зайти в этот свет. Все это как будто живо. Февраль 1946 года. Едва только стихли сражения Второй мировой войны, а военная разведка Великобритании шлет одно тревожное донесение за другим. Советский Союз разработал супероружие, которое может угрожать британской короне. Это сверхскоростные подводные лодки, способные развивать невероятную скорость до 300 километров в час. И это под водой. Эти объекты были видны на радарах. В качестве официального объяснения были выдвинуты несколько теорий произошедшего. Астрономический феномен, метеорит, шаровая молния. Первым о светящихся кругах на воде доложила команда тральщика Пелорус. В документах сохранилась дата и подробное описание происшествия. Утром 26 февраля 1946 года судно вышло для разминирования прибрежных вод около Нормандских островов. Вечером, когда моряки уже возвращались на базу, справа по борту неожиданно появился огромный светящийся круг. Он вращался по часовой стрелке с немыслимой скоростью. Чтобы оторваться от странного светящегося объекта, командир корабля дал приказ прибавить ходу. Но объект не отставал. Он следовал за тральщиком по пятам. Однако, как только командир тральщика вышел в эфир, чтобы доложить в штаб об инциденте, таинственные светящиеся подводные объекты исчезли на глубине. Скорость выше 500 узлов. Большую скорость мы просто физически не могли измерить нашей аппаратурой. Более 500 узлов. Это порядка до 800-900 километров подводной скорости. То есть земные объекты такую скорость никогда развить не могут. Максимальная скорость подводных лодок, это где-то порядка самых быстроходных, порядка 70 километров. 70-80 километров в час. После загадочного инцидента с тральщиком, светящиеся круги стали частыми гостями прибрежных вод Туманного Альбион. Британская военно-морская разведка оказалась завалена рапортами, в которых описывались странные вращающиеся круги и подводные свечения. Мало того, американские, шведские, итальянские и французские моряки тоже начали докладывать о светящихся объектах. Я разговаривал с людьми, утверждающими, что военные на флоте видят НЛО и сообщают об этом в докладах. Они видят объекты, вылетающие из океана или влетающие в воду. Есть подтверждения эхолокаторов, которые фиксировали неизвестные объекты. Как объяснить странные свечения подводных объектов? Береговая охрана сбилась с ног, пытаясь догнать хотя бы одного загадочного беглеца. Но в Лондоне ломали голову над другой загадкой. Неужели дядя Джо, так Черчилль называл Сталина, придумал новую каверзу? Неужели советам удалось создать подводную лодку, перед которой бессильны все королевские военно-морские силы вместе взятые? Но если это правда, откуда такие невероятные сверхтехнологии в разоренной войной стране? Надо сказать, что британцы и американцы паниковали не зря. После войны Советский Союз в обстановке строжайшей секретности действительно начал строить совершенно новую подводную лодку под кодовым названием «Проект 611». И создавалась она по чертежам немецких инженеров. Да, сейчас, в принципе, после развала наших спецслужб информация стала появляться. И, в общем-то, есть информация по поводу того, что у Германии были не просто разработки сверхфантастического оружия, а разработки именно вот этих аппаратов и снимки этих аппаратов. И они в действительности могли передвигаться в атмосфере, в воде и в космосе. Британским разведчикам была поставлена задача выяснить, что за лодки Сталин отправляет к берегам Туманного Альбиона. Доклад разведчиков шокировал Черчилля еще больше. Выяснилось, что советские лодки здесь совершенно ни при чем, потому что их попросту не было. Оказывается, первая сверхсекретная субмарина, сделанная по немецким чертежам, должна была сойти со стапелей только в 1951 году, то есть через пять лет. Но таинственные подводные объекты слепят своими прожекторами уже сейчас. Тогда что так пугало английских и американских моряков? Реликтовые подводные чудовища с прожекторами вместо глаз? Неопознанные разумные существа, живущие на морском дне? Подводные инопланетяне? Версия эта слишком уж казалась фантастической. Выручили биологи. Они выдвинули более земную версию, предположив, что светящиеся круги – не что иное, как простейшие одноклеточные организмы – планктон. Именно он под водой способен светиться, поскольку содержит большое количество фосфора. Ну, если вы гуляли по лесу на юге и видели, как летают светлячки, ну, вот, если много-много светлячков таких, вот и получается светящийся планктон. Глубинные рыбы, например, те же очень глубоководные рыбы, да, они имеют светящиеся органы, но используются для разных целей, для приманивания добычи. Вот он начинает светиться, флюоресценция, химическая флюоресценция, или для опознавания себе подобных темнотей. Все устраивало в этой версии, пожалуй, только кроме одного – скорость светящегося планктона. Она была просто фантастической. По свидетельствам моряков, она била все мыслимые рекорды, достигая 300 километров в час под водой. И что самое невероятное, как по приказу яркие пятна под водой складывались в причудливые формы. Это могли быть ромбы, квадраты, круги. Но какая неведомая сила должна была управлять планктоном, чтобы он вел себя как разумное существо? Над этим вопросом ломали голову лучшие британские научные умы. Но каково же было удивление британских спецслужб, когда выяснилось – таинственные светящиеся круги беспокоят их советских коллег не меньше. Выходит, если это и была чья-то провокация, то носила она поистине глобальный характер. Надо сказать, что тайна светящихся кругов не разгадана и по сей день. А может быть и разгадана. Но если мы о ней до сих пор ничего не знаем, значит, эта разгадка выходит далеко за рамки чисто научного интереса и имеет отношение к безопасности великих морских держав. Знаменитый российский исследователь и путешественник Федор Конюхов, совершивший шесть кругосветных плаваний, тоже не раз сталкивался с загадочными кругами на воде. Он уверен – светящийся планктон здесь ни при чем. Это какая-то таинственная разумная сила. Я разворачиваю яхту иду к нему, он пропадает, возникает в следующем месте. А так было несколько столбов, но я говорю об одном, когда я, можно сказать, гонялся за ним. А на самом деле, когда подходишь, он пропадает, возникает в другом. Так что я не мог подойти, зайти в этот свет. Я только будто живой. Так что же за живые разумные существа неведомой науки населяют морские просторы. Когда версия светящегося планктона была отвергнута, впервые учеными всерьез была выдвинута версия подводных разумных объектов. Великое противостояние. Как из-за неопознанных подводных объектов чуть не разразилась война? Американцы думали, что это мы что-то придумали. А мы грешили на американцев. Нарушая законы Вселенной. Как военным удалось построить летающую подлодку? Американские военные создали прототип такого самолета-подлодки. Это средиземноморский порт Тартус. Он находится в Сирии, в 200 километрах от столицы страны. Именно здесь, в середине 60-х годов, Советский Союз и США едва не оказались на грани войны по причине, о которой сегодня стараются не вспоминать. В тот раз великие державы едва не поссорил таинственный подводный объект, появление которого каждая из сторон приняла за атаку противника. Весной 1967 года в сирийский порт Тартус на постоянное боевое дежурство было направлено 5-я средиземноморская эскадра ВМФ Советского Союза. Наше правительство сделало это в ответ на размещение в итальянском порту Аукстата, это на противоположном побережье Средиземного моря, 10-ти подводных лодок с баллистическими ядерными ракетами на борту. Это означало, что ядерный удар американской эскадры накрывал половину Советского Союза. Именно в конце апреля 1967 года и произошли те загадочные события, которые чуть было не спровоцировали столкновение двух ядерных флотов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 обладательного управления на уши была поставлена вся агентура в Италии и на Ближнем Востоке. Обследован каждый сантиметр береговой линии, каждая подводная нора. Однако ни секретного убежища, ни самой таинственной лодки обнаружить так и не удалось. Но самое главное, тот объект, который наблюдали советские моряки, никак не был похож на секретные снимки летающей американской лодки, которые представила разведка. Оставалась единственная версия. Ядерный флот двух держав пробует на прочность какая-то неведомая третья сила. Но что это за сила? Американцы думали, что это мы что-то придумали. А мы грешили на американцев. И вот такое взаимное недоверие и, можно сказать, даже боязнь, как будто разработано какое-то новое оружие противолодочное, для обнаружения подводных лодок. Вопрос был слишком серьезен. И тогда на самом высоком уровне принимается решение провести масштабную разведывательную операцию по поиску таинственных подводных объектов, которые едва не спровоцировали военный конфликт ядерных держав. Так началась беспрецедентная подводная охота на неопознанные объекты. Группа, созданная на военно-морском флоте в 1975 году по указанию главнокомандующего адмирала Горшкова, эта группа фактически вела наблюдение совместно с судами гражданских ведомств. Была создана директива о создании специальных аналитических групп на флотах, в том числе и в главном штабе, в который входила я. И мы занимались официально изучением этих явлений. Каковы результаты многолетней операции военной разведки по поиску загадочных подводных обитателей, неизвестно. По сложившейся в спецслужбах практике, подобные материалы засекречиваются минимум на 50 лет. Однако можно предположить, что результаты все-таки были. Об этом можно судить по опыту американцев. В библиотеке Конгресса США, он находится в Вашингтоне. Это такой объединенный архив, куда стекаются рассекреченные документы всех ведомств. Так вот, в этом архиве я нашел любопытный документ, в котором утверждается, что в 1954 году американцам все-таки удалось подбить одну из таких лодок призраков. Неопознанный объект ушел. Но американцам, если верить этому документу, достался драгоценный обломок – кусок материала, из которого этот подводно-летающий объект и был сделан. Что было дальше с этим бесценным вещественным доказательством существования подводных НЛО, и каковы результаты анализа неизвестного материала, из этого документа понять трудно. Хитрые американцы, рассекречивая документы, так обильно замазывают самые интересные абзацы и строчки, что понять содержание невозможно. Однако факт остается фактом. Неопознанные объекты, которые населяют подводную Вселенную, не мираж и не призрак. Рассекреченное досье. За кем охотились американские летчики? Об обнаружении подводных НЛО с воздуха должны были докладывать все. Не только военные летчики, но и гражданские. Галактические разведчики. Кто исследует нашу планету? Один раз объект появился, исчез, потом снова появился. И во второй раз он двигался в нашу сторону уже со скоростью 360 миль в час. В архиве Конгресса США хранится немало документов, свидетельствующих о том, что, оказывается, неопознанные подводные объекты для американских военно-морских сил тоже были настоящей головной болью. 28 февраля 1963 года. Северное побережье Пуэрто-Рико. В 100 километрах от острова проходит учение военно-морских сил США. Задача – отработать поиск и уничтожение советских подводных лодок. В операции участвуют атомные субмарины второго поколения, авианосец ЮСУАС и самолеты-бомбардировщики Б-52. Ровно в 9 часов утра подводники отправляются на задание. Все субмарины маневрируют в режиме бесшумного хода. Однако уже через 15 минут техник-гидроакустик авианосца передает командиру корабля. Справа по борту обнаружен странный объект. Он приближается с невероятной скоростью – около 150 узлов. 150 узлов – это почти 300 километров в час. Такую скорость под водой развить невозможно. Но для этого неопознанного подводного объекта законы физики словно не существуют. За считанные минуты объект погрузился на глубину 6 километров, а затем вновь поднялся к самой поверхности. С каким неопознанным подводным объектом столкнулись американские моряки у побережья Пуэрто-Рико? Бывший офицер специального подразделения британской разведки Ми-6 Ник Поу считает, что материалы, собранные его ведомством за многие годы, позволяют утверждать – на нашей планете существует подводная цивилизация, которую мы стараемся всеми силами не замечать. Никому не выгодно будоражить общественное мнение этими материалами. Но я точно могу сказать, что информация, которую располагают секретные службы, занимающиеся расследованиями подобных фактов, позволяет сделать вывод, что рядом с нами живет разумная цивилизация. Ее представители наблюдают за нами. Не случайно их появление мы фиксировали, как правило, во время учений, связанных с ядерным оружием. Кто они? Инопланетяне или разумные существа, которые жили на нашей планете? Не так важно. Важно то, что это есть. И отмахиваться от этого факта неразумно. Согласитесь, слышать такое от бывшего сотрудника секретного подразделения британской разведки не слишком привычно. Но факты, накопленные секретными службами за много лет, свидетельствуют о том, что она, по крайней мере, заслуживает внимания и пристального изучения. А факты их прям шокирующие. Мы разыскали человека, который имел прямое отношение к странным событиям, которые развернулись у берегов Пуэрто-Рико, когда американцы столкнулись с настоящим подводным НЛО явно искусственного происхождения. Это Франклин Картер. Во время учений он был гидроакустиком на авианосце ВОСП. Именно Картер первым обнаружил приближение неопознанного подводного объекта. Полагая, что это и есть та самая подлодка воображаемого противника, которую нужно уничтожить по условному сигналу, он доложил в штаб – цель обнаружена. Франклин Картер, по его словам, быстро определил точные координаты объекта для того, чтобы соседняя субмарина нанесла по учебной цели удар. Однако из штаба пришел приказ не стрелять. Я еще раз проверил, может, мой радар сломался. Но нет, все работало в штатном режиме. А в штабе точно знали, что по этим координатам не должно быть никаких судов. Это же учение, и все было заранее спланировано. Наш объект был в другом квадрате. А тут я вижу эту яркую точку на экране, словно это судно просто огромных размеров, и оно где-то очень близко. Но что это за неопознанное судно? Ситуация сложилась настолько неожиданная, что в штабе решают свернуть учение и все силы бросить на преследование таинственного подводного объекта. Авианосцу следует команда приблизиться к нему, однако задача эта будет невыполнена. На глазах у изумленных моряков таинственный объект исчезнет так же внезапно, как и появился. И к нашему ужасу это повторилось три раза подряд. Один раз объект появился, исчез, потом снова появился. И во второй раз он двигался в нашу сторону уже со скоростью 360 миль в час. Тогда наш командир даже пошутил, «Все в порядке, ребята, это наш таинственный друг вернулся». Об инциденте у берегов Пуэрто-Рико тут же докладывают в Пентагон. Что за неопознанный подводный объект сорвал американцам военно-морские учения? Безусловно, первая мысль Советский Союз послал своего подводного разведчика, который испутал все карты. Настораживало только то, что подводное НЛО никак не было похоже на обычную подводную лодку, которая вдобавок еще и умеет летать. Однако и эта проблема на первый взгляд была решаемой. Как следует из документов, американцы знали, что Советский Союз тоже разрабатывает летающую подводную лодку под кодовым названием «ЛПЛ». Сегодня известно, что этот аппарат был спроектирован выдающимся советским конструктором Борисом Ушаковым. По задумке изобретателя, лодка должна была не только уметь плавать на глубине, но мгновенно выныривать, взмывать в воздух и лететь со скоростью более 250 км в час. Чудо-субмарина должна была выглядеть вот так. Верхняя часть полностью повторяет конструкцию классической подводной лодки, а по бокам располагаются два мощных крыла на конце хвост для стабилизации в воздухе. Это была уникальная подводная лодка с титановым корпусом. Она единственная в мире могла погружаться на глубину тысячу метров, в то время как подводные лодки имеют глубину погружения предельную – 460 метров. И то запрещается им погружаться на такую глубину. 360-400 метров максимум. Так может быть, действительно, неопознанный объект, так напугавший американцев, и был той самой летающей подводной лодкой советского производства. Надо сказать, что когда эта информация стала известна в Москве, она шокировала наших адмиралов, не меньше американцев. Дело в том, что никакой летающей подводной лодки у нас тоже не было. Проект конструктора Ушакова так и остался нереализованным, потому что Хрущев, как известно, увлекался ракетами, а флот считал делом бесперспективным. Но если эта летающая лодка не наша, тогда чья? Что за неопознанные подводные объекты кружатся вокруг авианосцев и атомных субмарин? Ответа на этот вопрос не было. Пентагон, не мудрствуя лукаво, в результате поступил точно так же, как и мы. Там немедленно создается сверхсекретное подразделение с задачей обнаружить подводный объект и попытаться его захватить или уничтожить. Специально для этого разрабатывается масштабная спецоперация под кодовым названием «Энеида». Некоторые подробности этой сверхсекретной операции удалось выяснить только совсем недавно. В апреле 2011 года американское военное ведомство под давлением общественности решилось рассекретить небольшую часть материалов по проведению операции «Энеида». О беспрецедентных масштабах операции по поиску и уничтожению неопознанных летающих и подводных объектов свидетельствует вот этот документ. Это директива комитета начальников штабов от 15 марта 1963 года. Невероятно, но в ней сам верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО генерал Нордстен отдает приказ по военно-воздушным силам поднять всю боевую авиацию для преследования неопознанных подводных и летающих объектов. Обнаруженные НЛО немедленно уничтожать, а координаты уцелевших сообщать на командный пункт, чтобы в указанный квадрат немедленно могли выдвинуться боевые корабли военно-морских сил США. Так начиналась самая масштабная операция по уничтожению того, что наука объяснить была не в силах. По моим подсчетам, в общей сложности такой приказ получили тысячи пилотов. Более того, об обнаружении подводных НЛО с воздуха должны были докладывать все. Не только военные летчики, но и гражданские. Пилотам раздали инструкции, в которых были точные координаты, в каком районе они должны вести боевое патрулирование для обнаружения НЛО. В качестве приложения к этой инструкции им даже раздали фотографии, как выглядит НЛО. Там было два вида фотографий. Один неопознанный объект в виде диска, другой продолговатый. Вот они, эти уникальные фотографии. Не правда ли они достойны самой изощренной фантазии писателя? А ведь эти снимки реальны. Эти неопознанные объекты, так похожие на корабли инопланетян из фантастических романов, были зафиксированы американскими военными на океанских просторах. Именно на них и была организована грандиозная охота. Спецоперация под кодовым названием «Энэйда» длилась почти три года. По первому же сигналу, американцы, не жалея новейших ракет и территории союзников по Североатлантическому блоку наносили ракетно-бомбовые удары. Широко известен случай, когда, обнаружив неопознанный объект, похожий на тот, что изображен на фотографии, американцы сравняли с землей туристическую жемчужину Норвегии с окна фьорта. Об этом тогда много писала западная пресса. Удалось ли уничтожить загадочный подводный объект, в рассекреченных на сегодняшний день архивах информации нет. Точно так же, как неизвестны и результаты операции «Энэйда». Впрочем, некоторые ветераны западных спецслужб, которые имели непосредственное отношение к этой операции, утверждают, что кое-что американцам все-таки удалось. Я занимался расследованием случаев наблюдения НЛО. Моей задачей было выяснить, есть ли какая-либо потенциальная угроза объединенному королевству, либо находить что-то интересное для целей обороны. Многие люди заявляют, что они видели не только НЛО, но также и инопланетян. Некоторые даже утверждают, что были на борту космического корабля. Было одно очень интересное научное исследование с участием таких людей. Их подключили к аппаратуре и следили за их ответами. Также следили за ответами контрольной группы, которые велели представить себе подобное. Выяснилось, что люди, которые заявляли, что встречались с пришельцами или были похищены инопланетянами, рассказывая свои истории, демонстрировали повышенные физические показатели. У них усиливалось потоотделение, сердцебиение, чего не было замечено у контрольной группы. Заключение было такое. Мы не знаем, действительно ли эти люди были на космическом корабле, но совершенно очевидно, что они искренне в это верили. Они не врали. Правда это или нет, ответить, пока не будут рассекречены все архивы, невозможно. Но факт остается фактом. Неопознанные подводные объекты по-прежнему продолжают появляться вблизи военных кораблей, преследовать атомные субмарины и ставить перед учеными новые вопросы, на которые ответа либо нет, либо его тщательно скрывают. Я видел несколько докладов британских военных и разговаривал со служащими об этом. Я знаю, что русские военные сообщают о подобных случаях. Есть сведения о неопознанных подводных объектах в Балтийском море, но я думаю, их может быть гораздо больше. Просто большинство таких происшествий не передают согласки. Но так же, как и с НЛО, я думаю, они распространены по всему миру. Голос моря. Почему пропадают экипажи и корабли? Когда появляется голос моря, и человек, испытывая страх, выбрасывается за горки. Девятый вал. Откуда берутся неизвестные науки волны-убийцы? Все было брошено. Вернее, даже не брошено, а оставлено. Ни паники, ни разброса, ничего. Ну, команды не было. Наука утверждает, мировой океан – это колыбель жизни на нашей планете. Однако по необъяснимой причине именно океан остается для человека самой враждебной средой. Гигантские волны, рожденные полным штилем, смывают с лица Земли целые континенты. Непознанные наукой подводные объекты по-хозяйски вмешиваются в нашу повседневную жизнь. Подводные города, оставленные своими таинственными обитателями много тысяч лет назад, поражают своей красотой и совершенством. И почти ежедневно мировой океан собирает свою смертельную дань человеческими жизнями, не оставляя шанса объяснить, во имя чего эти великие жертвы. В 2003 году в Тихом океане недалеко от острова Норфол служба береговой охраны Австралии обнаружила дрейфующее судно Хай-М6 под флагом Индонезии. Рыболовецкая шхуна нарушила морскую границу, поэтому австралийский пограничный патруль решил задержать нарушителей. Каково же было удивление пограничников, когда на приказ бросить якорь и приготовить для проверки документы со шхуны ответа не последовало. Когда пограничники пришвартовались к судну и обследовали его, стало понятно, почему на многочисленные приказы никто не ответил. Оказалось, что на судне просто никого нет. Запасы воды, пищи, трюмы, набитые свежим уловом, есть, а экипаж исчез. Многодневные поиски моряков ни к чему не привели. Пропавших рыбаков так и не обнаружили. Все было брошено. Вернее, даже не брошено, а оставлено. ни паники, ни разброса, ничего. Ну, команды не было. Вот такие вот случаи похищения людей, да, и это тоже почему-то в море происходит. Вполне возможно, что это действует какая-то параллельная, параллельная, я имею в виду, параллельная нашей цивилизации подводной, другая какая-то инопланетная цивилизация. Куда пропали 14 моряков с индонезийской рыболовецкой шхуды? Может быть, их смыло огромной волной? Может, сожрало морское чудовище? Ответов на эти вопросы нет и сегодня, спустя 9 лет после трагического инцидента. Однако, исследователи знают, этот случай далеко не первый. В океане при таких же загадочных обстоятельствах ежегодно исчезают сотни моряков. Вот лишь самая малая статистика. В 2007 году в районе большого барьерного рифа австралийская береговая охрана обнаружила дрейфующий 12-метровый парусный катамаран. Когда полицейские высадились на судно, то поняли, что спасать некого. На борту никого не было. При этом корабль технически был полностью исправен. Сигнальные огни и спасательные жилеты целы. Включены портативный компьютер и даже GPS. Более того, работало радио, а на столе даже стояли тарелки с едой. Все это напоминало какой-то мистический триллер. Куда делись люди? То же самое случилось годом позже. В 2008 году у побережья Японии обнаружили специальное грузовое судно, которое работает только на рейдах и в бортах. Однако этот почему-то оказался далеко в море. Экипаж бесследно исчез. В таких случаях пропажи команды на шхонах, значит, вообще на всех плавсредствах описано десятки. Они просто не становились достоянием большой гласности, потому что почему-то их сразу секретили. Что это? Неведомые науки технологии морских катастроф? Внезапная жажда коллективного самоубийства? Смертельный зов морских пришельцев? Когда ученые занялись статистикой, выяснилось невероятное. Ежегодно добровольно сводят счет из жизни в открытом море около сотни моряков. Причем самое удивительное заключается в том, что эти самоубийства то есть если уж умирать, то всей командой от Кока до Капитана. В чем причина? Согласно одной из научных гипотез, причиной массовых самоубийств моряков являются гигантские волны шатуны, которые по неизвестной причине возникают в открытом океане и внезапно набрасываются на суда. Впервые версия о существовании волн убийц появилась в 60-е годы прошлого века, после того, как 19 января 1965 в Беринговом море пропали сразу несколько экипажей советских рыболовецких траулеров Баксигорск, Севск, Себиш и Нахичеваль. Когда в район бедствия пришла помощь, то в живых обнаружили только одного матроса Баксигорска. Ни останков кораблей, ни тел погибших моряков. Матрос выжил, но психическое состояние его было крайне тяжелым. В бреду он все время твердил о какой-то гигантской волне, которая внезапно подкралась к флотилии и погубила ее. Большего от матроса добиться так и не смогли. Комиссия по расследованию причин трагедии постановила, что экипажи траулеров погибли в результате потери кораблями устойчивости. Однако это были результаты официального расследования. А было еще и негласное расследование, которое проводили сотрудники спецслужб. Так вот, согласно результатам их секретного отчета, причиной внезапной и одновременной гибели сразу четырех крупных морских траулеров действительно была гигантская волна высотой более 30 метров. Почему эта катастрофа заинтересовала спецслужб? В КГБ посчитали, что столь странная катастрофа могла стать результатом испытания американцами тектонического оружия. Если американцы научились искусственно вызывать землетрясение, то его результатом действительно могла стать гигантская волна, которая уничтожила советские траули. Однако вскоре выяснилось, что подземные толчки в момент трагедии зафиксированы не были. Нет землетрясения, нет и тектонического оружия. А значит американцы здесь ни при чем справедливо рассудили в КГБ и отправили это дело в архив. Но вопросы то остались. Спустя много лет группа европейских ученых заинтересовалась рассказом выжившего матроса о волных убийцах и выяснила, что такое явление действительно существует. В рамках программы «Максимальная волна» радарные спутники Европейского космического агентства исследовали поверхность Мирового океана и получили сенсационный результат. Только за три недели наблюдений спутники зафиксировали около десятка одиночных гигантских волн, которые возникали как будто ниоткуда. И горе было тем кораблям, которые оказывались у них на пути. Военные корабли НАТО неоднократно фиксировали подобные гигантские волны. Лично я не сталкивался, но некоторые коллеги моряки рассказывали, что наблюдали эти странные волны. Волны убийцы высотой до 30 метров за считанные секунды возникают даже в полнейший штиль, а затем также быстро исчезают, уничтожив все, что попалось на их пути. Объяснить феномен блуждающих волн ученые не могут до сих пор, но все сходятся во мнении, что их появление результат каких-то мощных непознанных процессов, которые происходят в глубине океана. Но что это за процессы и кто гонит эту гигантскую волну, будто играя в кораблики, неизвестно. Впрочем, гигантские волны убийцы тоже не дают ответа на вопрос, что ведь гигантская волна убийца уничтожает и судно, и моряков. Но тогда как объяснить многочисленные случаи, когда судно остается совершенно целым? Даже чай в кают компании не расплещется, а моряков нет. Первым научное объяснение этого мистического явления попытался дать в 1937 году известный советский гидрофизик академик Владимир Шулейкин. Он заявил, во всем виновата загадочное явление с поэтическим названием «Голос моря». Наиболее как раз распространенная точка зрения, что когда появляется голос моря, а голос моря это гул, который мы не слышим, он равен 7 герцам, а 7 герц это частота страха, это частота собственная частота сердца, и это частота землетрясения. Перед всяким землетрясением датчики как раз тоже фиксируют 7, 7,3 там герца. И человек, испытывая страх, выбрасывается за борт, не понимает вообще, что делать. Это такое объяснение существует. Вполне возможно, в некоторых случаях так и происходит. но в таком случае корабль должен быть представлять из себя остатки суматохи. То есть человек, который в страхе бежит, он же не смотрит, что он там обронил, что он там задел, он будет просто бежать и просто сталкивать все и лишь бы так уйти от этого. Во время экспедиции гидрографического судна Таймыр по Карскому морю в 1937 году Шулейкин работал с метеозондом. Это беспилотный аэростат для изучения атмосферы, заполненный гелия. На нем подвешивается специальный контейнер с аппаратурой. Так вот, снарядив зонд, который должен был тот час улететь в Поднебесье, академик уже был готов выпустить его из рук. Однако замешкался, и чтобы уберечь зонд от внезапного порыва ветра, Шулейкин на мгновение прижал его к себе. В это мгновение его пронзила невыносимая головная боль. Она была так ужасна, что, как писал позже сам академик, хотелось голову засунуть в раскаленную печку. Скорчившись от невыносимой боли, он выпустил из рук зонд, но как только шар ушел в небо, боль внезапно прошла. Именно этот инцидент позволил академику Шулейкину выдвинуть сенсационную теорию о том, что ветер во время шторма, соприкасаясь с волнами, создает неслышимые ухом человека, но разрушительные для мозга низкочастотные колебания, которые могут влиять на психическое здоровье человека. Именно это излучение позже и назовут голосом моря. Эти звуки есть, да, мы просто начинаем слышать где-то с 16 Гц, а 7 Гц мы не слышим. У нас нету просто улитки таких вот этих волосиков, реагирующих на эти частоты. Вот, поэтому человек внезапно начинает испытывать страх, панику при этой частоте и вести себя совершенно неадекватно. После проведения эксперимента версия академика Шулейкина подтвердилась. При воздействии инфразвука люди и животные действительно способны испытывать беспричинный страх, а порой и настоящий ужас. Именно этот принцип много позже спецслужбы положат в основу создания так называемого психотронного оружия. Затерянные города. Кто строил под водой уникальные архитектурные сооружения? Этим постройкам миллионы лет. Ничего подобного на суше нет. Раса подводных существ, почему исчезла древняя цивилизация? Были импактные события падения метеоритов и великие потопы. Берег затонувших кораблей. На этом острове произошло, если не ошибаюсь, более тысячи кораблекрушений. Ученые обнаружили остров убийцу. Он перелегается на значительное количество метров, после чего по картам уже тяжело для него добраться. Удивительная планета. Ученые доказали, что наша планета живая. Важно знать о Земле следующей. Она способна к саморегуляции. Казалось бы, тайна мистических самоубийств окончательно разгадана. Однако выяснилось, что все не так просто. Морская вода и ветер действительно могут создавать низкочастотные колебания. Но когда исследователи решили это явление воспроизвести в лаборатории, выяснилось, что природных условий для столь разрушительного эффекта недостаточно. Тогда кому в действительности принадлежит голос моря? Что за разумные подводные существа издают этот невыносимый низкочастотный звук, который сводит человека с ума? И кто населяет закоулки подводного мира? Любопытной версией на этот счет придерживается британский океанолог Тимоти Гуд, который утверждает, подводный мир населяют неизвестные науки разумные существа. Их технологии помогают взаимодействовать с материей так, чтобы построить базу методом компрессии материи в сравнительно короткий промежуток времени и переместить ее, когда у них появляются другие варианты использования этой базы. Они создали похожие базы под океанами. Довольно большое количество племен пришельцев пришло сюда. Их можно выделить в несколько групп, и они также построили базы на этой планете уже довольно давно. По моим ощущениям, они существуют на Земле даже дольше, чем мы. И мы их генетические потомки, если угодно. Мы стали ими тысячи лет назад. И я говорил, что это случилось во времена неандертальцев. Примитивный человек был генетически усовершенствован. Верить в эту гипотезу, пожалуй, рискованно. Но мысль о том, что в прошлом на дне океана действительно могла кипеть жизнь, сегодня не рискуют опровергать даже академические ученые. Тому подтверждение целые подводные города, недавно обнаруженные археологами. Один из них расположен у японского острова Янагуми. Долгое время этот крошечный островок на западе японского архипелага был никому неизвестен. Однако в 1985 году им заинтересовались ученые всего мира. Вблизи острова на глубине всего 20 метров была обнаружена самая невероятная загадка человечества целый подводный город. Качиро Аратаки зовут этого замечательного японского уже даже не любителя а исследователя. Дайвер собственно говоря нырнул в конце концов на эту достаточно кстати сложную для дайвера вещь, потому что оно находится вблизи от берега метрах в 50 и там собственно океан поэтому там постоянно волнение но тем не менее если занырнуть туда то ниже на глубину ниже 10 метров уже там что-то можно увидеть и уже более-менее спокойно нет качки. Вот он все-таки занырнул и с этого момента он начал целенаправленно его изучать он и вокруг и снаружи и какие-то подкопы там делал и нашел какие-то артефакты там определенные и рисунки значит на этих скалах. Перед вами уникальные кадры на них прекрасно видны мельчайшие подробности построек таинственного города вот например лестница ведущая от нижних этажей монумента с террасой к верхним этажам а вот уложенные в ряд каменные блоки исследователи считают что это остатки древней дороги по которой могли передвигаться подводные горожане эту потрясающую находку подводного города археологи уже назвали открытием века однако над ее разгадкой ученые бьются уже много лет они никак не могут понять откуда под водой взялся город который был построен сотни тысяч лет назад этим постройкам миллионы лет конечно узнать точный возраст древних подводных объектов сложнее чем тех что находят на суше кроме того ничего подобного на суше нет старейшим египетским пирамидам пять тысяч лет не больше а здесь речь идет о миллионах лет но если методика расчета верна тогда непонятно кто построил эти загадочные сооружения миллионы лет назад ведь согласно теории эволюции в то время современного человека не существовало в принципе вряд ли человекообразная обезьяна которая охотилась на мамонта и собирала коренья могла строить из камня подобные монументальные сооружения поэтому некоторые ученые настаивают все эти идеально ровные колонны лестницы и храмы результат естественных природных процессов а вовсе не деятельности человека ну не вызывает сомнений что это природного происхождения на самом деле допустим гораздо старше самого древнего человека надо сказать что ученые относятся к этой подводной находке плохо и это понятно ведь если признать город не игрой природы а делом рук человека тогда придется искать ответ на вопрос какого именно человека более того надо будет признать и то что задолго до существования развитой цивилизации на земле жили некие существа у которых хватило ума выстроить все эти дворцы колонны и лестницы те кто строил комплекс Йонагуни должны были владеть высокоразвитой технологией обработки камня и соответствующим набором инструментов ведь на сопоставимый технологический уровень те же египтяне вышли в пятом веке до нашей эры но и эти существа должны были строить под водой но признать все это хотя бы в качестве научной версии значит внести смертельную путаницу в современную археологию историю а заодно и биологию именно поэтому большинство академических ученых максимум на что согласны признать эти подводные сооружения городом то есть делаем рук человека но с оговоркой что изначально этот проклятый город все же находился на суше а под воду ушел в результате какого-то природного катаклизма например мощного землетрясения пять шесть тысяч лет назад и двенадцать тысяч лет назад все что сейчас является водой сто метров вниз была земля вот почему так произошло потому что прошло очень большое количество времени в числе которых были импактные события падения метеоритов да и великие потопы которые были вследствие самых разных вещей вот действительно трясение извержение вулканов и прочие природные бедствия что называется ни трупа ни косточка а ведь такие катаклизмы происходят внезапно очень быстро и увы с большим количеством погибших неужели древние жители сумели так быстро собрать пожитки и покинуть город должны быть обязательно остаться какие-то факты присутствие человека рядом с этим это строилось не на пустом месте значит человек рядом где-то жил значит были какие-то поселения значит должны были остаться какие-то вещи которые сохранились бы до наших дней зернотерки жернова какие-то металлические приспособления это во-первых а во-вторых если убрать например культуру там ну известно древний восток Америка Греция Рим человеческая мысль на тот период не была еще развита так чтобы сооружать конструкции подобного рода в настоящий момент пытаясь ответить на вопрос как древний город опустился под воду в целости и сохранности ученый мир оказался в глубоком научном кризисе потому что разумного ответа нет и остается только два варианта либо город на морском дне был всегда а населяла его древняя цивилизация людей ихтиандров которые одинаково хорошо чувствовали себя и на суше тянули его задолго до того как непостижимым науке способом он погрузился на дно мы находим этому материальные подтверждения памятники того что древние цивилизации были хорошо осведомлены обо всем что происходит на планете они каким-то образом могли вычислять или прогнозировать различные природные изменения землетрясения наводнения цунами многие исследователи утверждают представители древней цивилизации не погибли а просто переселились в другое место подтверждение этой версии недавно нашли археологи они исследуют соседние с Янагуни острова японского архипелага и повсюду находят остатки древних городов дома дороги древние сооружения но самое удивительное даже не это а то что подобные строения находят по всей планете давайте переместимся из Тихого океана где находится подводный город Янагуни в Атлантический океан к Багамским островам а точнее к острову Северной Бимини здесь недалеко от берега находится еще одна загадка подводного мира руины древней гавани которым 12 тысяч лет в 1968 году американский археолог Джозеф Мэнсон Валентайн изучал остров Северной Бимини и неожиданно обратил внимание что под водой находятся необычные каменные возвышенности присмотревшись повнимательнее археолог понял он на пороге сенсационного открытия ведь Валентайн нашел не что иное как комплекс подводных сооружений древней цивилизации в существовании которой наука сомневается до сих пор если смотреть с корабля например как проплываешь и пока видно то это просто ровные плиты бетонные грубо говоря как аэродром представляете 6 на 4 там 5 на 3 ну такие вот каменные глыбы с ровными краями но это есть же и на земле таких масса именно скальных каких-то выступах вот прям четко срезанных как будто это сделал руки человека по версии археологов на этом месте могла находиться древняя гавань благодаря компьютерному моделированию им удалось воссоздать ее первоначальный облик выглядела гавань приблизительно так вдоль берега располагались причалы для швартовки судов где осуществлялась погрузка и выгрузка пассажиров и товаров а вот это место ученые называли дорогой бимини по форме вся конструкция напоминает широкую мостовую протяженность которой почти 150 метров огромные каменные плиты правильной геометрической формы все еще аккуратно уложены на дне океана большинство из них тщательно отшлифованы и плотно подогнаны друг к другу дорога неплохо сохранилась учитывая то что возраст древнего торгового порта по предварительным подсчетам более 12 тысяч лет удивительно но и здесь как и в случае с японским подводным городом загадку древней подводной гавани вначале ученые предпочли списать на чудеса природы дескать дорога образовалась под действием подводного течения а геометрически правильная форма блоков ничем не объяснимая случайность дорога бимини она официально до сих пор считается что это в силу местных придонных течений отложения песчаник такие багамы там в принципе всегда в этом плане было сложно с течениями и почему сейчас до конца не могут обследовать эту дорогу скрупулезно как положено в силу того что людям там тяжело находиться сносят течения очень сильно а как там было тысячи лет назад когда формировались эти дунные отложения и было ли это уже погребено под водой или это было наверху может быть это ветер понимаете а потом уже поднялся уровень мирового океана и оказалось под водой удивительно но пока одни ученые мы же утверждали что подводные руины всего лишь игра природы другие в это же время у подводной дороги на самом океаническом дне неожиданно обнаружили признаки наличия настоящего металла но если все это подводное великолепие проделки природы то металл в этом месте и вовсе стоило бы объявить антинаучным фактом тем более что ни на Багамах ни на соседних островах даже залежей руды никогда не было это знает даже студент геолог объяснить присутствие металла ученые не смогли зато предположили скорее всего под каменными блоками лежат железные опоры которые являлись основой несущей конструкции древней гавани а сам порт скорее всего был частью древнего города в нашем обществе людям пока непривычно что на земле могла существовать столь древняя цивилизация которой 12 тысяч лет и уж тем более что в столь далекие времена люди были весьма умны могли строить дороги дома города но если это так почему от города осталось только гавы да и то сильно разрушенное где дома площади дворцы ответ на этот вопрос ученые получили совсем недавно спустя 35 лет после первой находки на острове северной бимини вновь побывала научная экспедиция которая сделала новое сенсационное открытие в 4 километрах от дороги бимини на дне океана ученые обнаружили мраморные колонны они правильной формы и тщательно отшлифованы с виду сооружение напоминает древнюю площадь радоваться бы ученому миру такая потрясающая находка но не тут это было откуда взяться мрамору если он тоже не водится на богам казалось бы ответ прост его доставили специально для строительства площади однако с научной точки зрения ответ будет неправильным потому что 15 тысяч лет назад согласно учебникам истории таскать дефицитный мрамор за 3-9 земель было некому поскольку в те дремучие с точки зрения науки времена цивилизации способной на такие трудовые подвиги не существовало ибо египтяне шумеры вавилоняне все известные нам самые древние народы появились гораздо позже и вот тут в попытке объяснить необъяснимые но совершенно реальные факты появляется совсем антинаучная версия есть такая древняя цивилизация говорят некоторые ученые есть цивилизация которая могла построить загадочные подводные города вернее когда-то была и это та самая мифическая Атлантида верить в существование которое в научном мире обычно считается дурным тоном такого общения подтвердить или опровергнуть эту теорию сегодня не представляется возможным вещественных доказательств существования древней цивилизации дело в том что они научились изменять и трансформировать материю в энергию существует парадоксальная гипотеза о том что в виде энергии эта древняя цивилизация существует и по сей день эта энергия как-то влияет на всех людей и на нашу планету то не исключено что именно туда после определенного цикла она и возвращается принимая совершенно другие формы живого существования то что вы сейчас видите вовсе не иллюстрация к роману стивенсона остров сокровищ на эту карту нанесены все названия кораблей и даты их гибели рядом с островом сейбл самым загадочным островом на нашей планете он появился на карте мира в 16 веке с тех пор сейбл называют не иначе как пожирателем кораблей ведь только по официальным данным у берегов сейбла погибли 350 судов с середины 16 века моряки побывавшие в этом районе северной атлантики пересказывали друг другу одну и ту же историю про живой остров пожирающий корабли по рассказам выходило спастись от таинственного острова сейбл удается немногим когда корабль оказывается рядом загадочный остров сейбл начинает вести себя как хищное и беспощадное чудовище спокойные воды океана вдруг начинают покрываться бурунами вода словно закипает на поверхности появляются огромные воронки а сам остров погрузившись в пучину начинает двигаться навстречу своей жертве последнее что видели те кому не повезло зыбучие пески берега сейбл в чем тайна этого пожирателя кораблей чтобы ответить на этот вопрос недавно ученые из канадского университета Делузи отправились в экспедицию на остров сейбл каково же было их удивление когда они обнаружили что остров ведет себя именно так как и рассказывают моряки бурлящая вода вокруг острова не вымысел гигантские морские водовороты действительно мгновенно появляются и исчезают закручивая стальную спираль все что встречается на пути правда во всем этом ничего мистического нет оказалось что именно в этом месте атлантики встречаются два мощных океанических потока теплый кальфстрим и холодное лаврадорское течение именно по этой причине и ведет себя море столь странно водовороты бывают очень сильные то есть там не только корабль может засосать а там флотилию все засосет если мощный то там как кальфстрим казалось загадки тайны до сих пор она не с с Продолжение следует... ...мигрирует, остров передвигается на 100 метров, и на этом острове произошло, если не ошибаюсь, более тысячи кораблекрушений. Это такой самый известный остров по части кораблекрушений, потому что проходит время, а за сотню лет он передвигается на значительное количество метров, после чего по картам уже тяжело до него добраться. И еще одна необъяснимая загадка. Остров Сейбл будто искусный охотник, подобно хамелеону, способен постоянно менять свой цвет. В ясную погоду окружающие островы окрашиваются в бирюзовый и зеленоватый цвет. В непогоду они приобретают синевато-серые оттенки. Остров словно маскируется, поджидая очередную жертву. В оконечностях острова там такая, как сказать, я бы назвал, наверное, в пустыне это можно назвать зыбучие пески, а там такая зыбучая почва сама по себе. Чтобы ответить на все эти вопросы, американские и канадские ученые решили исследовать геологическое строение острова и выяснить, почему он постоянно дрейфует. Ведь по законам геологии это невозможно. Любой остров – это вершина подводной горы, а основание этой горы соединено с одной из гигантских тектонических плит. Получается, что остров может подвинуться ровно настолько, насколько движется сама плита. Средняя скорость движения тектонических плит – 2-4 миллиметра в год. Но Сейбл сдвигается в 100 тысяч раз быстрее. Как такое возможно? Чем это объяснить? Вот тут-то и была выдвинута сенсационная гипотеза. Остров Сейбл – гигантское живое существо. Первым идею, что не только остров Сейбл, но и вся наша планета – живой разумный организм, объявил в научных кругах всемирно известный британский ученый Джеймс Лавлок. Еще в 70-е годы прошлого века Лавлок обосновал так называемую теорию геи. Согласно ей, планета Земля – это один большой организм. Важно знать о Земле следующей. Она способна к саморегуляции. Например, удерживать ту температуру, которая будет более комфортной. И даже делать так, чтобы горы росли и умирали. Земля – это разумный организм. В нем идет постоянный обмен веществ. Вулканические породы, поднимаясь в верхние слои почвы, приносят в них минералы. Когда грунтовые воды перемещаются в почве, они несут влагу туда, где ее не достает. И даже процессы эрозии почвы напоминают дыхание живого организма. Но самое главное – этот разумный организм способен сам регулировать свои процессы жизнедеятельности. То есть разумно использовать свои ресурсы и сохранять баланс, чтобы оставаться здоровым организмом. И лишь чужое вмешательство в процесс жизни Земли может принести ей вред. Что и случилось, когда человечество окончательно встало на техногенный путь развития. Земле, как любому живому организму, теперь приходится защищаться. Ведь человеческое вмешательство в жизнь планеты – гибель. Нужно стать альтруистами в глобальном масштабе. Гуманнее относиться к природе, ограничивать себя. Самые авторитетные ученые в мире заявляют в один голос – человечеству пора остановиться. Пора перестать мучить организм планеты Земля. Иначе ее месть будет поистине страшной. И человечество погибнет, как это уже не раз бывало с предшествующими нам цивилизациями. И тогда все начнется сначала. И на Земле опять будет море. Только море. Соленое и густое, как остывающий суп. И когда его горячие воды растворят без следа остатки нашей неразумной цивилизации, которая доставила планете столько страданий и боли, в нем, возможно, опять зародится жизнь. А через много миллионов лет самая умная рыба выползет на сушу и, тренируя свои плавники, поползет навстречу прогрессу. И все будет точно так же, только уже без нас. Редактор субтитров А.Семкин